audi a6 c5 allroad 2.7 biturbo где-то 255 лошадей да можно чипануть будет 300 лошадей я конечно многое видел но такое вижу первый раз сейчас и вам покажу тут делали гофры меняли интересно сделано если мы посмотрим выход выхлопная труба у нас 55 практически то здесь сузили до 40 гофра сороковка здесь вот красота тоже но тут уже гофра ну ну сколько почти 60 ну вот здесь зачем такой переходник вставлять зажали полностью выхлоп я не знаю 40 и здесь тоже 40 какой сварщик это варил интересно вообще прикольно такого еще и художество не видел а я сначала думал по диагностике что завернула выхлопные катализаторы коллектора еще у них бывает такое особенность как по выхлопу коллектора за заворачивает и получаются разные данные поляну она вон она что интересно такого я еще не видел да вот это художество вот это я понимаю а еще я тут заметил когда пилили гофры здесь пильнули здесь там вон кузов пропиленный они не пропиленный кузов это просто теплоэкран ну красавцы здесь пропилили блин это да вот это да вот вот так видно пилили хорошо добираемся до грэм интересные тут способы изоленты ну это скорее всего чтобы тросик не перетирал сторонку артефакты пластик по ходу чё-то тут ремень рвало хотя ремень уже в замену просится здесь все маслом течет и скорее все вот эти все патрубки ну да они раздутые уже масло нужно будет заменить сейчас до грэма доберемся в народе называются трусы ну такой воздуховод двойной нирваны ли он это я открутил уже посмотрим чуть мне кажется что шкив гура проеден уже до конца хотя гур свеженький так моторчик выглядит более-менее опрятно есть свои болячки есть свои течи поэтому меняем грэм переуплотняем весь мотор ну что видим и потом переходим к другим работам вот ей вскрыл ремень грэм что мы видим тут натяжитель сопливит течет сальник тоже тут начало только там что-то пытается тут как обычно протерла крышку термостата и даже она лопнула даже где-то в межбучий там где-то далеко есть красные следы антифриза начал снимать эту крышку блин она как будто приварилась все таки да она приварилась пластиковые части эти что я вам показывал вот здесь я находил части а вот они это пластик а этот пластик вот отсюда бог как красиво до протерла вот этого не должно быть а все произошло из-за того что демпфер у нас на шкиве коленвала вылез шкив коленвала взамен а еще обслуживание генератора шум и кондиционера не то что грязь ну тут даже люфт по подшипник крышку съела прикольно ремешок прослабленный помпа вращается от руки во время всего время да но такое это интересно ну продолжаем разбирать как обычно здесь у нас стертый баек натяжителя бог красиво как видно да тоже в замену этот боев давид но натяжитель на шпильку тем самым натягивает ремень грейм интересно разбирая тут и там вдалеке вдалеке вижу что-то серебристое а там ключ на 13 лежит недавно так наверное лежит сейчас будем доставать я его туда не ронял блин не сфокусируется да ну вон она фокусируйся сейчас достанем поехали магнитиком думаю достану вот он подрасперла достал ну наверно клин потерял крафт на 13 вот такие находки бывают в двигателе добрый вечер как ваши дела там рассказываете а я добрался до гофры тут свое художество изобретаем это так прикидка на это художество я снял вот такое вот художество вот красота и вот там такая красота вот так вот было вот такие гофры я оставлю 60 на 100 100 миллиметров 50 диаметре насколько больше я оставлю обычно гофры меня еще второй катализатор был пробит просто кто-то дырочку сделал отверстие нет дырочку вот сейчас тут немножко свое прикинул надо будет по прихватывать ну тоже художество ну получше будет чем вот это чем вот это непонятное 45 гофра вместо 60 я конечно сварщик не очень считаю себя непрофессионалом сварочные швы красивые ложить не умею переварил тут художество но когда смотришь на вот такое художество вот на такое 45 гофра 100 на 45 45 диаметр когда делали вот так вот вставляли сюда трубки одни вторые вот раз два три то думаю я еще и неплохо варю художество но это вы видели это вторая красота оставлю себе как памятник блин этаж это наверно художник лепил я художник я так вижу блин да ну вот так вот вышло я тут грэмчик собрал жду кое-какие вещи сейчас муфту буду перепрессовывать подшипник на компрессоре кондиционер так генератор мы все-таки перебираем ну и смотрю 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 потом раз видно там вот так вот видно не видно сейчас свет возьму так сделал там антифриз чем больше в лес тем крупче помидоры и так везде лажу лажу залажу новая там помпа течет межблочий полез что-то по нему ошибка еще было поэтому насосу вторичного воздуха я начинаю доставать вам вот такой ну гаечка заклинил гаечки нет гаечка здесь шайбочкой интересно чего еще машина преподнесет ладно будем поглядеть ну вот я и добрался вот она помпа вся в антифризе новое сейчас будем менять вот такая вот подлянка немножко все под коллектором ну и началось тут отломан штуцер такое разваливается все вкг отломалась не выдержала времени не знаю как ее отремонтирую потому что вкг сам стоит космос посмотрим уж термоз отходить с клеем и склеить будет видно будем посмотреть но это я уже вам показывал пока интересного нету будем дальше копать искать новые интересности ну что финал очка работает все четко все нормально были пропуски воспламенения до приезда сейчас вроде ничего нету отошьют сейчас экологию все будет отлично страйк он пока без переднего бампера об этом уже смыслу нет снимать установка бампера там заглушить и все табличку я наклеил поменял 158 тысяч пробега адекватно работать некоторые рекомендации будут это уже владельцы сейчас по обгорается пока наблюдаем вот так а этот 27 выезжает и заезжает другой 27 на замену мотора ну вот такое маленькое ведерко у меня получилось запчастей ну не все даже влезло у нас экология будет отключаться перри прошьется все но это вы видели ну и так далее фишки у нас любимая фишечка на расширитель расширительный бачок уровень топлива погнали подружки все остальное теплоэкран сгнил по трубке помпа все остальное а еще надо сюда ремень грэм добавить приводной ремень и будет полный комплект есть у меня интересненький вопрос я нашел такой тюнинг зачем пружинку ставят на газ лифт вот объясните мне зачем а главное почему почему и главное зачем может кто знает суббота шашлык из соленблоков а как вы отдыхаете целый день на одну сторону соленблоки здесь соленблоки здесь соленблоки на верхнем рычаге такая кучка тут всяких разных и выпаливал и выпиливал и болгарка и нагреватель взял и сабельку взял и пневмозубила сварочного аппарата не хватает а так все было сварочного только не было и вот болтик в этом разваленном рычажки еле-еле достал еле-еле изуродовал как бог каракатицу ну и напоследок я вам что-то интересное покажу сам такого не видел кладил лазил на датчике положения кузова присмотрелся там написано карта является собственностью скорее всего банка банковская карта кто-то отремонтировал тягу на датчики положения кузова да уж видно нет должно быть вам видно вот так вот бог отлично